Всем привет! Меня зовут Игорь Шико, сегодня я ваш эксперт на этом замечательном докладе. И перед докладом я хочу вам напомнить, что вам в процессе доклада можно будет задавать вопросы. Вы можете оценить доклад в плеере, пока его смотрите. И не забывайте оставаться после доклада, вас ждет дискуссия, мы сможем голосом поговорить. Вы сможете голосом поговорить с нами, мы сможем голосом поговорить с вами. И давайте начнем. Сегодня я вам хочу представить Ивана Соколова. Он вам расскажет очень классный доклад о том, как собирать метрики по видео, количество просмотров, всякое такое. И я сразу хотел задать Ивану вопрос. Иван, доклад, о котором ты будешь рассказывать, это будет о том, как вы внедряли какое-то чужое решение, как ты его отобиливали, или как вы делали все с нуля сами? Да, спасибо, Игорь. В целом доклад будет о том, как мы делали свое решение на базе некоторых кубиков, которые в чем-то кастомные, но по большей части имеют какие-то опенсорсные аналоги, про которые я смогу здесь упомянуть. Само решение у нас кастомное в этом случае, да. Спасибо большое. Ну что, давайте переходить к докладу. Прошу вас прослушивание доклада. Поехали. Да, собственно, всем привет. Сегодня мы поговорим о продуктовых статистиках по видео из потока телеметрии, технических данных, которые мы считаем близко к реалтайму. О чем вообще пойдет речь, что это, зачем мы это делаем? Дзен – это контентная платформа, которая предоставляет части пользователей, авторам заливать свои публикации, видео, статьи и остальным пользователям смотреть их, ну и, соответственно, как-то стыковать их с друг другом по интересам. За последний год по видео к нам пришли полмиллиона авторов, то есть хотя бы полмиллиона авторов загружали видео. Суммарно они за год загрузили 10 миллионов роликов, и их видели 60 миллионов человек ежемесячно. За всем этим стоит большая техническая сложная система, которая живет под нагрузками в десятки тысяч РПС, конкретно за видео больше 10 тысяч. 100 миллионов пользователей уже лежат в нашей базе со статистикой, ну и поток телеметрии генерирует больше 200 тысяч событий в секунду при просмотре видео. Естественно, мы должны отвечать достаточно быстро, то есть всего у нас есть в разных сценариях немножко по-разному, но в районе 100 миллисекунд на ответ сотен миллисекунд. И авторы, которые заливают ролик, чтобы не потеряться среди общей массы, чтобы найти свою аудиторию, им жизненно необходим фидбэк, то есть иначе они просто утонут и никто их не заметит. И, соответственно, в частности, пример такого фидбэка – это лайки, мне понравилось, подписаться на канал, комментарии, дискуссии. И для видео это счетчик просмотров и счетчик зрителей для лайв-трансляций, о которых я сегодня и хотел бы поговорить поподробнее. И вот первая задача, про которую я хотел рассказать – это счетчик просмотров. То есть, в целом, какая первая идея у нас может быть, когда мы реализуем эту фичу? Давайте сделаем какой-то end-point, раскатим вон клиенты, клиенты будут дергать специальную ручку о том, что пользователь посмотрел видео, и просто будем инкрементировать счетчик. Но в такой реализации нам понадобится довольно много железа, потому что с нашими нагрузками, то есть десятки тысяч РПС, чтобы держать и сотню тысяч событий телеметрии. Но что более важно, мы также будем скованы тем, что нам понадобится клиентская разработка под каждую платформу, каждую интеграцию, то есть все пользователи на всех поверхностях, все клиенты на всех поверхностях должны будут осуществить какую-то разработку и самое главное – обновиться. То есть для веба, например, это относительно безболезненно, то есть мы поддержали новую ручку, новый end-point, раскатили его в прод, у пользователей практически мгновенно все начало собираться статистика. Но для приложений все сильно дольше, то есть там обновление может растянуться на месяцы, и фича просто будет сильно дольше ехать в прод. И мы можем вообще задуматься, а что мы вообще будем считать просмотром, и самое главное – может ли поменяться логика этого подсчета через какое-то время, то есть на новых поверхностях, новые сценарии и так далее. И если она поменяется, то должны ли мы будем еще целый месяц ждать обновления клиентов и только после этого внедрять фичу. И когда мы задумались над этим, первая мысль была – давайте просто возьмем поход в бэкэнд и давайте посчитаем за просмотр. Но для видео это плохо работает, это может сработать для статей, то есть когда пользователь открывает любую статью на техническом каком-нибудь ресурсе, читает ее, ну в целом открытие стратии, как правило, можно считать, что аппроксимирует некоторым вроде просмотр. Но для видео, во-первых, мы можем столкнуться с тем, что видео не автоплеится, то есть пользователю нужно явно совершить некоторые действия для того, чтобы видео стартануло. Во-вторых, есть сценарий с лентой рекомендаций, когда мы даем сразу много видео, пользователь листает эту ленту, на какие-то видео ему нравится, какие-то не нравится, и, соответственно, мы просто не знаем заранее, какие из них будут воспроизведены. Окей, тогда, может быть, мы как-то можем взять информацию про инициализацию плеера. Но снова нет, не очень понятно, как мы будем это считать, то есть если в вебе мы возьмем обращение за JS-бамблом, браузер его закэширует, в следующий раз не спросит, и мы просыпем этот просмотр. На нативных приложениях плеер — это некоторая интеграция, и там еще менее понятно, как все это дело можно посчитать. Хорошо, тогда, наверное, мы можем взять обращение за непосредственным видео, за чанками видео и посчитать это просмотром. То есть казалось бы, что пользователь уже начал качать видео, и, соответственно, уже его смотрит. Но снова нет, потому что иногда срабатывает такая техника, как прелодинг, в частности, в ленте рекомендаций, для того, чтобы следующее видео для пользователя стартовало быстрее, плеер может заранее предзагрузить его часть. И на помощь нам приходит телеметрия, то есть поток клиентских данных, который посылается плеером. Как примеры событий телеметрии, в частности, посылаются старты, паузы, хардбиты, то есть некоторые регулярные пинги о том, что пользователь все еще смотрит видео, продолжает его смотреть, никуда не ушел, не сломался, компьютер у него и так далее. Это столды, то есть когда плеер не может воспроизвести следующий кусок видео, следующий чанк, потому что его буфер не заполнил. Это различного рода ошибки, как фатальные, так и не очень. В том числе информация про сетевое соединение, которое позволяет нам оптимальнее раздавать трафик клиенту. И на основании всех этих событий сервис может сам решить, каким образом считать его просмотр. Мы не будем ограничены здесь ожиданием клиентских обновлений, потому что телеметрия в целом есть, наверное, в каждом сервисе онлайн-стриминга. Если вдруг вы стримите видео и живете без телеметрии, то приходите. Мне, правда, очень интересно узнать, как вы с этим живете. Ну, в частности, из полезных вещей, где телеметрия часто пригождается, это дебаг клиентских сессий, то есть когда у пользователя какие-то ошибки, что-то идет не так, возможно, у какого-то провайдера массовые отказы инфраструктуры сети, и тоже будет заметно по телеметрии. Это различного рода quality experience метрики, то есть мы сможем с помощью нее считать время до первого кадра, чтобы пользователи не ожидали долго стартов. Это исчерпание буфера, ну, то есть никому не нравится, когда ему показывают спиннеры и не дают продолжать смотреть видео. Это различного рода мониторинги, то есть при релизах очень полезно смотреть на то, что ничего не пошло не так, что все продолжает идти своим чередом, нигде никаких странных падений нет. Вот, и аналитика по смотрению, то есть различного рода статистики можно собирать и агрегировать то, как пользователи вообще смотрят видео. И, собственно, возвращаясь к нашей задаче, про счетчик просмотров, уже была аналитика, уже был сбор данных, по которому каким-то образом считались просмотры. Но они считались довольно долго, то есть это терабайты данных, они обрабатывались на MapReduce, считались часы, в худшем случае дни. И авторы должны были все это время ждать и не могли понять вообще, насколько их контент был популярен. Вот, и, соответственно, возникла необходимость собрать счетчик как можно ближе к обновляеме, как можно ближе к реалтайму, то есть, соответственно, в идеале в районе нескольких единиц секунд или десятков секунд. И у нас уже был контур сбора технических данных от клиентов, то есть на него нагрузка, на него составляет в районе сотен тысяч сообщений в секунду. И пускать все это напрямую в нагрузку в базу не очень разумно, мы хотим, в конце концов, поэкономить железо в том числе с помощью этой схемы. Вот, и, соответственно, для этого мы можем ставить промежуточный буферизующий слой, который будет агрегировать события предварительно за несколько секунд. Вот, таким образом, мы не сильно жертвуем временем доставки, то есть часть времени и так будет уходить на сбор событий, часть на запись базы, вот, и посередине мы ставим некоторый промежуточный слой, который добавит еще небольшую задержку, но позволит нам сильно сэкономить за счет агрегации событий. Вот. Но, в частности, в видео, да и не только, бывает такая вещь, как спайки или всплески нагрузки, когда, например, там суперпопулярный блогер загружает некоторое видео, начинает его рекламировать во всех своих каналах, и нагрузка на него, ну, становится довольно заметной по сравнению со всеми остальными видео. Вот. Ну, и в том числе, большая часть смотрения приходится на небольшую часть видео, и для того, чтобы это все дело некоторым образом размазать по нагрузке, чтобы мы не тратили много железа, которое будет простаивать большую часть времени, а работать только, когда случается что-то экстраординарное, ну, или какое-то событие. Вот. Для этого мы перед буфером используем очереди сообщений. В частности, мы используем кастомную штуку, которая называется, кастомную разработку, которая называется Logbroker. Его предоставляет Яндекс. Вот. Вот. Это в целом очень похоже на опачкавку, то есть предметная модель максимально похожа на нее. Очередь сообщений называется Topic. Topic состоит из нескольких партиций. Вот. И каждая из партиций состоит из упорядоченного по времени набора сообщений. Вот. То есть, каждая из партиций ограничена по пропускной способности, то есть она, как правило, пропускает не больше нескольких мегабайт в секунду. И если поток событий большой, у нас он сильно больше, то требуется распараллелить обработку подключением новых партиций. И стандартная практика разработки с такого рода очередями состоит в том, что мы берем все события по одному видео и по хэшу пишем их в один топик. Ну, таким образом мы гарантируем то, что порядок сообщений останется одинаковым по времени, то есть первое сообщение по видео, которое пришло, оно и будет обработано первым. Вот. Но из-за спайков и перекосов смотрения мы можем прийти к такой картине, что часть партийцы будет более перегружена, чем другие, и, соответственно, неэффективно обрабатываться. Вот. Но вот мы хотели бы видеть такую картину, и в целом ничего мешает нам. То есть мы можем заметить, что счетик просмотров абсолютно не зависит от порядка обработки событий во времени. То есть мы можем сначала взять события, которое пришло позже, потом которое пришло раньше, в сумме все счетчик посчитается корректно. Ну и, соответственно, перед записью базу мы финально еще агрегируем на писателя, который в каждый момент времени один, все остальные служат горячими репликами, и поток данных на этом этапе уже сокращен на несколько порядков по сравнению с изначально. В качестве базы данных мы используем VDB, но в целом здесь для данной задачи это не критично, то есть можно использовать практически любой сторидж, QA и storage в том числе. Но помимо того, чтобы посчитать просмотр, нам также нужно его раздать. Вот. И когда я говорил, что клиентская разработка нам не нужна, на самом деле это было не совсем правда. Нам все равно понадобится клиентская разработка для того, чтобы показать счетчик, но мы сможем собрать данные со всех клиентов, то есть число просмотров будет честным, собрано со всех наших поверхностей интеграции. Вот. Чтобы это раздать, мы должны выдержать нагрузку в десятки тысяч РПС, многие из которых будут батч с опросами, то есть не за одним видео, а сразу за несколькими. Вот. И в среднем нам нужно ответить за 100 миллисекунд, но 100 миллисекунд – это полное время ответа для пользователя. Сам запрос при этом состоит из нескольких частей. Вот. Первым делом мы парсим запрос, вычленяем из него некоторую информацию. Например, что это обращение за видео или что это обращение в рекомендатель. Дальше мы запрашиваем эти данные, то есть мы ходим или напрямую в некоторую базу, или в соседний сервис, который порекомендует нам пачку. И это, как правило, самая тяжелая и долгая часть выполнения запросов. То есть она может съедать процентов 80 от всего времени выполнения. Соответственно, дальше мы ходим в вспомогательные источники, в вспомогательные базы данных, из которых мы забираем некоторую дополнительную информацию и в конце концов объединяем все это в ответ для пользователя. И счетчик просмотров, очевидно, принадлежит к дополнительному источнику данных. То есть, как правило, у нас остается 15-20 миллисекунд на то, чтобы сходить за этими просмотрами, полностью успеть сходить за всей пачкой в том числе, если из ответа рекомендательно нам пришла пачка там за несколькими десятками, с несколькими десятками видео, и забрать эти данные. Казалось бы, у нас KVLU Storage, мы должны будем укладываться в такие тайминги, что может пойти не так. И первым делом мы, ну, очевидно, когда мы запустились в продакшн, мы увидели не ожидаемые нами единицы десятков миллисекунд, а несколько десятков. Мы пошли разбираться, в чем дело. И, ну, в целом, если вы занимаетесь run-timing, то, как правило, он состоит из, он задеплоен на нескольких независимых дата-центрах или кластерах для того, чтобы обеспечивать отказовоточивость при выпадении одного из них. То есть, если какой-то из кластеров вдруг обесточивается, там случается пожар, другой ЧП, экскаваторщик обрубает кабель, то остальные дата-центры берут на себя нагрузку. И первое, на что мы наткнулись довольно тривиально, мы увидели то, что наши бэкэнды и эндпоинтов ADB, которые мы использовали как базу данных, живут в разных дата-центрах. То есть, это плохо, потому что внутри одного DC поход составляет до миллисекунды, то есть даже микросекунды, скорее единицы, сотня микросекунд. Если дата-центры разнесены на географически достаточно далеко, то поход между ними может занять запросто десятки миллисекунд, и мы, когда целились ответить за это время, очевидно, здесь его превысили. То есть, если вы занимаетесь рантаймом, обращайте внимание на конфигурацию, для того чтобы не допускать кросс-двецепоходов, локальность данных, как правило, очень-очень сильно влияет на это. Окей, мы передеплоились, так что бэкэнды и энпоинты стали жить в одних дата-центрах, но тайминги не упали так сильно, как нам хотелось бы. Мы задались уже вопросом, почему. Нам пришлось покопать несколько глубже. И это оказалось связано с нюансами работы в IDB, но, в частности, возможно, похожей ситуации и в других базах данных. В IDB состоит из двух основных слоев, так называемый слой данных и компьют-слой, вычислительный слой. И слой данных хранит сами таблички, сами данные в них, геораспределенно, в каждом из дата-центров. Соответственно, над каждым шардом данных компьют-слой поднимает сущность, которая называется таблеткой в терминах в IDB. Эта таблетка отвечает за согласованные изменения и чтения данных. И получалась следующая картина. Мы шли в gRPC endpoint, gRPC proxy в endpoint в IDB, который находился в том же дата-центре, но так как мастер-таблетка была поднята в этот момент над нужным нам куском данных в другом дата-центре, то cross-dc поход все равно происходил, просто на уровень ниже, чем мы изначально увидели. Ну и как решение, здесь было использование fall-over-replic, то есть над каждым куском данных в каждом дата-центре поднимается таблетка, которая может обслужить запросы на чтение. Запросы на запись все так же обслуживает одна таблетка в одном из дата-центров, то есть здесь не уйти, иначе в IDB не сможет обеспечить корректную распределенную дата-центре, она может быть несколько устаревшей, то есть пока идет репликация из одного дата-центра в другой, может пройти небольшое время. Но на практике это время составляет единицы или даже меньше секунд, и, соответственно, не критично в данном случае. Естественно, запросы на запись будут также проходить через один дата-центр, но там лишние десятки миллисекунд не критичны, то есть они будут критичны только при чтении данных. Окей, мы включили фолловер реплики, и казалось бы, что вот оно все, все должно стать хорошо, но мы все еще видели некоторые пики в прострелы таймингов. Мы совсем задумались, и пришлось погрузиться еще глубже в работу базы данных, в частности, в логику работы LSM-деревьев, которые осуществляют непосредственно хранение данных в IDB, но в том числе не только в нем, то есть довольно распространена структура, которая также используется в других NoSQL и NewSQL базах данных. Если кому-то интересно детали, как они работают, то по этой ссылке есть довольно хорошее описание. Я совсем вкратце расскажу, в чем была суть проблемы. То есть LSM-дерево состоит из нескольких уровней, и на каждом уровне есть некоторая структура данных, которая представляет собой сортированный блоб. Эти блобы наполняются со временем, то есть когда приходит пользователь, они пишут данные, и через какое-то время или по наполнению какого-то объема эти данные сортируются и пишутся на диск. На диск или держатся в кэше. И, соответственно, для того, чтобы... Если пользователь недавно написал данные, то мы довольно быстро их найдем. Мы начинаем идти по всем этим блобам по времени. И если данные были записаны недавно, то они будут в одном из первых главов, и все хорошо. Но если эти данные были записаны давно или что хуже их вообще нету, нужно пройтись по всем этим кусочкам, по всем блобам, дойти до самого нижнего уровня и только после этого мы будем уверены, что этих данных, правда, нет в этом дереве. Ну, соответственно, когда мы доходим до нижнего уровня, это довольно много работы, довольно много операций, ну и в том числе оно может лежать уже на диске без кэша, и обращение к нему тоже будет идти довольно долго. Стандартным решением для данной проблемы, то есть для всех базы данных, которые используют под капотом LSM-дерево, является блум-фильтр. это, опять же, в двух словах, вероятность структуры данных, которая позволяет с уверенностью сказать, что какого-то элемента, с достаточной уверенностью сказать, что какого-то элемента нет в низлежащей структуре. Соответственно, как правило, блум-фильтры можно включить на стройках, но если вдруг этого нет, то можно написать их сверху, довольно несложная структура. Ну, мы наконец-то разобрались со всеми таймингами, но еще один забавный случай, когда мы увидели у некоторых видео 18 квинтиллионов просмотров, оказалось, что антифрод пришел и вычел чуть-чуть больше просмотров, посчитал накруткой, чем было у видео, и, соответственно, случился андерфлоу. И в итоге по схеме реализации мы обеспечили горизонтальное масштабирование на запись путем увеличения партиции и на чтение путем дополнительного шардирования и доливки мощностей. Суммарное время на обновление счетчика у нас выходит в районе 10 секунд, что в целом вполне нас устраивает продуктово. Время на чтение батч-запросов и сотен ключей составляет 10-12 миллисекунд на 99-ом перцентиле. И если мы говорим про единичные запросы, то там все еще меньше, там единицы миллисекунд. С просмотрами в целом… Просмотры в целом – это монотонно растущая величина. То есть она хорошо подходит для загрузок видео пользователя. Некоторый автор залил видео, пользователь начал смотреть, автор иногда приходит, проверяет то, что счетчик растет. Но для лайв-трансляции автору интересно знать не только, сколько пользователей пришли к нему и смотрят это видео, но и сколько пользователь смотрит его прямо сейчас. То есть ему, автору, интересно удержать аудиторию. Для этого ему нужно понимать, насколько то, что он показывает, интересно или неинтересно пользователям. Соответственно, в отличие от просмотров, счетчик зрителей учитывает не только, когда пользователь начал смотреть, но и когда пользователь уходит с трансляции. То есть он меняется в реалтайме, и новые пользователи плюсуются к счетчику, ушедшие вычитаются. И когда мы захотели сделать задачу, встал вопрос про хранение данных, и первая мысль была, у нас же есть счетчик просмотров, давайте хранить данные так же. То есть берем трансляцию, берем количество зрителей, плюсуем, вычитаем, и все должно быть хорошо. Но на самом деле не совсем, потому что уход пользователей с трансляции – негарантированное событие. То есть пользователь может отключиться электричество, пропасть интернет, и в таком случае мы не сможем вычесть его из этого счетчика, он останется там висеть навсегда. И на помощь нам снова приходят здесь клиентские данные, телеметрия. Мы можем увидеть, что 30-секундные хардбиты, то есть некоторые события, которые шлются плеером на каждые 30 секунд просмотренного видео, мы можем их взять и заметить, что если мы просуммируем количество таких хардбитов, уникальных пользователей, то есть здесь разными цветами разные пользователи в этом окошке, и будет нужное нам число пользователей, смотрящих трансляцию одновременно за 30 секунд. Но как мы будем хранить в этом случае данные? Если мы просто начнем писать их в суровом виде, то есть по ID трансляции будем писать таймстэмп события и какой пользователь смотрел, то таблица будет зависима не только от количества трансляций, но и количества пользователей на трансляции. То есть даже если трансляции мало, какая-нибудь суперпопулярная трансляция с десятками тысяч пользователей приведет к росту этой таблицы. Соответственно, а когда она закончится, там снова не будет данных. Ну и не хотелось держать слишком большие выделенные мощности под этой. Соответственно, что мы можем заметить и как здесь можно соптимизироваться? Мы можем заметить, что нам не так интересно, какой пользователь смотрел трансляцию. Нам интересно только, сколько пользователей в какой-то момент времени одновременно смотрели. Соответственно, мы можем просто предварительно перед записью в таблицу сегрегировать эти данные и писать уже итоговый счетчик. На самом деле, можем пойти еще дальше и сегрегировать данные не за секунду или любой наш дискретный интервал времени, а по большему интервалу, в частности, например, по 5-секундному бакету. Это позволит нам еще больше скомплексировать данные, не сильно влияя на время доставки этого счетчика. И в таком случае модификация алгоритма будет примерно следующая. Мы должны отступить последний бакет, который может быть ненаполненный, потому что не все пользователи еще успели послать hardbity в это время, и просуммировать 6 последних бакетов. Ну и, соответственно, когда проходит время, мы просто начинаем сдвигать на 5 секунд в данном случае это окошко. И в таком случае мы счетчик зрителей, который по своей сути является real-time величиной, аппроксимируем и считаем ее значение в дискретные моменты времени, но с довольно небольшой гранулярностью, соответственно, нас это устраивает. Вот. Считаем мы по событиям, которые шлются от плеера раз в 30 секунд, ну и сюда же еще так же логично учесть старты, как нулевые hardbity, можно сказать. Соответственно, pipeline подготовки данных максимально похож на тот, что в просмотрах, то есть мы тоже используем промежуточный буферизующий слой для снижения нагрузки и очередь перед ним для распределения. Вот. Ну и, соответственно, уже храним не просто ID-трансляции, а ID-трансляции и ее bucket в ключе перед записью. Вот. Но так как мы добавили новый промежуточный этап перед записью в базу, то мы должны еще не забыть учесть и его при подсчете. То есть, соответственно, мы должны отступить, во-первых, на последний незаполненный bucket, и, во-вторых, учесть еще один интервал на то, что данные доезжают необыкновенно и идут через буферизующий слой. Вот. Ну и, соответственно, итоговая формула выглядит примерно так. Мы отступаем на два bucket, один полный, один неполный, и суммируем шесть bucket до этого. Вот. Мы, наученные опытом с cross-dc взаимодействиями, зная уже, как работает база в деталях, запустились и не увидели никаких проблем по таймингам сначала. Но с каждым днем они начали расти, хотя на самой табличке было включено удаление по TTL. Ну, то есть, нам не очень интересны данные по зрителям на трансляциях, которые уже прошли, поэтому они очищались. И, соответственно, таким образом табличка не должна была сильно расти. Вот. И то, что мы не учли в данном случае, это то, что для прошедших трансляций, то есть, которые автор уже завершил, по ним все равно идут hard-биты, пользователи приходят, их пересматривают. Ну и, соответственно, когда мы их почистили, стало все лучше. Вот. И по итогам алгоритма для счетчика зрителей, то есть, соответственно, мы считаем по 30-секундным hard-битам. Если пользователи не приходят, не уходят и шлют свои hard-биты регулярно, то счетчик будет стабилен. Новые пользователи учтутся в течение 5-10 секунд, то есть, отступив неполный бакет и временную буферизацию, а ушедшие с трансляции вычутся через 35-40 секунд, когда их последний hard-бит уйдет за окно с учетом того же отступа. Вот. Это наше использование, одни из использований телеметрии в качестве источника для некоторых production-фичей. Вот. Ну, это единственное, что можно сделать. Также можно запоминать последнюю просмотренную позицию видео по этим событиям, то есть, предлагать пользователю продолжить просмотр с этого же места. Вот. Можно обнаруживать популярные моменты, то есть, если часть, какая-то часть видео смотрится пользователями чаще, то по событиям от клиентов можно ее считать и каким-то образом подсвечивать. Вот. Ну, и в том числе, возможно, другие идеи, можно их пообсуждать. Вот. И так получается, что телеметрия позволяет нам в первую очередь избежать долгого обновления клиентов. Нам не нужно ждать, пока все клиенты считают, возможно, долгую разработку, все пользователи успеют обновиться. Мы можем сразу начинать считать интересующее назначение. Вот. Скорость обновления и точность счетчика в данном случае зависит от конкретных событий, которые приходят с плеера, но, как правило, это десятки секунд. Вот. И то, что я здесь не написал, то, что это пользовательские события, нужно быть с ними аккуратными. То есть, если вы хотите использовать как рекламные, источник событий для рекламных выплат, то предварительно их стоит некоторым образом почистить от фродо. И на этом у меня все. Спасибо. Жду ваших вопросов. Спасибо, Иван. Что-то никто пока нам особо ничего не написал. Отличное время, чтобы написать сейчас. А я пока задам, возможно, свой довольно интересный мне вопрос, раз уж никто ничего не написал. Вот. Ты рассказывал про текущий стейд. Может быть, поделишься немножко информацией, куда бы вы хотели его улучшать или что бы ты улучшил в текущем положении вещей. Потому что, ну, 5-10 секунд, это, конечно, при отсутствии клиентской разработки, это очень классно. Но, например, когда я пользуюсь плеерами, обычно привычка, что он тебя возвращает ровно на ту же секунду, а иногда на ту же самую миллисекунду, например. Ну, смотри. Да, тут какой может быть ответ? То есть, если пользователь продолжает воспроизведение с того же устройства, то мы можем использовать там local storage в вебе или также записать данные куда-то на локальное устройство и продолжить воспроизведение именно с него. Вот. То есть, внутри одного девайса это в целом не проблема. Проблема здесь скорее начинается, если мы хотим давать пользователю возможность продолжить просмотр с того же места на другом девайсе. Вот. Ну, то есть, например, пользователь начал смотреть видео на десктопе и потом перешел на телефон и вот там хочет продолжить смотреть. Вот. Здесь в целом, как правило, пользователь не переходит мгновенно. То есть, нет такого, что кто-то начинает смотреть и сразу… Не так. Что он начинает смотреть, просмотрел там процентов 20-30 и решил вдруг перейти на другое устройство. То есть, здесь больше скорее история про то, что пользователь через какое-то время, когда его что-то отвлекло, может захотеть продолжить просмотр и, возможно, он будет за другим устройством. Вот. Ну, тут есть две опции. Во-первых, если прошло достаточное количество времени, то там небольшой рекэп может даже помочь пользователю, то есть, вспомнить, на каком моменте он остановился. Вот. Ну, или можно восстановить более точную позицию, например, отправив специальное событие, но с плеера… Точнее, не так, подхватив специальное событие от плеера, когда он заканчивает, но с учетом того, что оно может просыпаться и какая-то часть событий будет недоступна. Спасибо. Я хочу нашим зрителям напомнить, что сразу после доклада у вас будет возможность перейти в дискуссию и поговорить с нами голосом в реал-тайме и задать все вас интересующие вопросы. И еще что вы можете в плеере оценить, насколько вам понравился доклад. Спасибо. Будем ждать вас в дискуссионной комнате. До свидания. Спасибо.